Новый поворот в истории с падением мальчика с лестничного марша в столичной школе. Учителя и родители детей встали на защиту уволенного директора. В его поддержку уже собрали несколько сотен подписей. А отец пострадавшего мальчика, который изначально обвинил в несчастном случае администрацию школы, отказался от претензий. Почему? Разбиралась наш корреспондент Мария Парфенова. Почти два десятка мам и несколько отцов-школьников стянулись к зданию гимназии номер 14. Требование общее и простое. Вернуть на работу директора Дидара Байтасова. Люди считают, что падение второклассника с лестничного пролета это печальный итог коллективной, но никак не персональной халатности. Данное происшествие, что произошло, отчасти не полностью вина директора. Здесь системный недостаток министерства образования. Человек пришел только назад, порядок начал наводить такой единичный случай и сразу раздулись с нее, сделали и снимают в должности. Мы против. Во главе школы Байтасов пробыл чуть меньше года. Но даже за это время, говорят родители, в проблемной, переполненной гимназии успел навести порядок. И территорию вокруг здания очистили. И ремонт в кабинетах сделали. С территории внутреннего двора школы вывезли мусор. Девочки в туалет спокойно не могли сходить. Он вел дежурство, чтобы никто туда не мог войти. Даже интерактивных досок в классах не было. Он приобрел. И был открыт для нас, для родителей. Мы могли беспрепятственно к нему зайти. Зданию без малого 50 лет. Здесь учатся 1800 детей. Хотя вместимость вдвое меньше. Насколько тесно внутри, наша съемочная группа убедилась, когда дети вышли из кабинетов. По одной из версий, восьмилетнего Тамерлана могли толкнуть в опасный проем. Неудивительно. С таким-то потоком детей. Сразу после случившегося на всех лестничных пролетах появились защитные конструкции из металла. Дети говорят, что шла толпа, и два ребенка его толкнули. Мальчик упал вниз головой. Если бы он сам оступился, то падал бы ногами как-то или боком, я думаю. Лет пять назад на этом же месте ребенок ногу сломал. И этот случай тогда остался незамеченным. Педагоги и родители школьников собрали подписи в поддержку бывшего директора. Больше двухсот человек за то, чтобы Дидар Байтасов вернулся на работу. От имени коллектива мы отправили письмо в Управление образования и Министерство просвещения. Из ста преподавателей 99 это письмо подписали. Спустя полторы недели после ЧП с обеспокоенными судьбой школы людьми встретились чиновники из Управления образования. Только почему-то после их приезда администрация гимназии деликатно попросила нашу группу покинуть здание. А интервью на камеру так никто и не дал. Пострадавшему Тамерлану уже лучше. Но о выздоровлении пока речи не идет. На лечение и реабилитацию мальчика бывший директор передал солидную сумму. А после этого отец пострадавшего ребенка попросил правоохранителей не применять никаких мер. А всех остальных больше их не тревожить. Адвокат семьи официально заявил, что никаких сборов на лечение мальчика они не ведут. Мария Парфенова, Джанут Избаев, Астана. Первый канал Евразия.